Будут новые министры перед официальной инаугурацией Александра Соколова. Новости о громких увольнениях появляются регулярно. Кстати, в день вступления губернатора в должность прежний состав правительства уходит в отставку. Это стандартная практика. Тем временем депутаты, политологи и обычные кировчане в соцсетях строят версии, кто останется у власти, а кому придется освободить кабинет. Просуждая на эту тему, взялась наш корреспондент Ульяна Ездакова. Ульяна, уже есть информация, кого 100% мы не увидим на привычном месте. Да, Надя, такая информация есть. Давай сначала пройдемся по правительству. Посмотри, пожалуйста, на экран. Слева мы видим фото экс-министра имущественных отношений Дарьи Вознесенской. Ее последний рабочий день был 24 августа, а справа ее, так сказать, преемница Татьяна Поломских. Татьяна вступила в должность исполняющей пока обязанности министра имущественных отношений 19 сентября. Известны ли какие-то подробности? Кто такая Татьяна Поломских? Кое-что известно. Татьяна Поломских закончила Вятский государственный гуманитарный университет и, по сообщениям некоторых источников, у нее большой опыт работы в госструктурах. С 2020 года Поломских возглавляла отдел управления земельными ресурсами Министерства имущественных отношений. Кроме Вознесенской, с поста руководителя администрации губернатора и правительства уволился Николай Журков. Дорожный комитет области лишился своего главы Владимира Варавы. На этой должности Владимир Михайлович продержался всего месяц. Когда будет, Ульяна, объявлен новый состав правительства? 26 сентября до этого времени все министры будут работать с приставкой ИО. И, кстати, 28 сентября состоится первое заседание законодательного собрания. На нем депутатам представят новых уже министров. Примечательно, что из всех должностей с депутатами областного парламента согласовывают лишь четыре кандидатуры. Вице-губернатора, председателя правительства, министра финансов и министра имущественных отношений. С назначениями остальных чиновников депутатов только знакомят. Такой порядок устраивает не всех. Ведь получается, что законотворцев просто ставят перед фактом. Должно быть согласованием. И мы молчаливо должны будем смотреть на представляемых кандидатов. Ну и, наверное, там кто-то поаплодирует. Лично я этой процедурой недоволен. Потому что, наверное, мы все согласимся, что работа большинства членов правительства предыдущей команды была неудовлетворительна и не в интересах нашего региона. Я читала, что новый губернатор привлечет к работе чиновников не из Кирова. Есть какие-то прогнозы на этот счет? И на этот счет прогнозы есть. Я сегодня пообщалась с федеральным политологом. Он предсказывает соотношение сил 30 на 70. 30 – это варяги пришли, а 70 – это наши местные какие-то чиновники. Чиновников со стороны будет немного по двум причинам. Первое – в нашем регионе нет нефти, газа, полезных ископаемых. Область дотационная, а значит, желающих извне, в принципе, будет мало. Во-вторых, большое количество варягов разозлит население области. Так уже было. Соколов научен горьким опытом своих предшественников. То есть ему нужно соблюсти баланс, создать систему, в которой всем будет комфортно, создать систему, в которой местные будут чувствоваться ущемленными, создать систему, в которой он будет пощадить конкуренцию, потому что приезжие – это же новый опыт, новые навыки, новые умения, новые подходы. И некоторое количество свежей крови всегда необходимы. А теперь, Надя, давай поговорим о чиновниках из области. Второй день. Все, кому не лень, обсуждают главу Фанасьевского района. Он вчера опубликовал, вернее, не он, наверное, там кто-то из его подчиненных опубликовали весьма-таки компрометирующие данные из их рабочей переписки. Видимо, устав от нелегкой чиновничьей доли, Дмитрий Бутырин решил уйти из должности и написал в рабочий чат. Цитата. «Все, на этом просто все, больше не могу, я не робот жить в этом аду, больше нет сил так жить, не спать ночами, простите меня, пожалуйста, и прощайте». Эмоционально, однако. Не то слово, Надя, значит, в пример ему могу поставить главу Котельнича. Он тоже собирается уйти со своей должности, ну так тихо, без скандала. В телефонном разговоре Сергей Вдовкин сообщил, увольняется по собственному желанию. 28 сентября местная Дума рассмотрит его заявление о досрочном сложении полномочий и станет он, цитата, «человеком свободным». Никому никаких кинетоверств, ты на уход. Вы вообще остаетесь на какой-то другой, может быть, должности, куда-то уходите или вообще уходите из властных структур? Ой, свободный человек. И еще про отставки, да, в числе претендентов на уход. Вот я зачитываю. Председатель правительства Александр Чурин, зампред по сельскому хозяйству Алексей Котлячков, министр промышленности и торговли Владимир Сосолятин, исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Александр Ложкин. Некоторые кировские политологи прогнозируют их уход с вероятностью 70-90%. Сыграют ли ставки? Посмотрим 26 сентября. Очень интересно, Ульяна. Спасибо за информацию, но мы продолжаем.